Так, ну что, ребят, всем привет! С новой, с новой видосик по Call of Duty Warzone, потому что середина сезона, ребята, перезагрузка. И, как бы вам ни казалось величественным это слово, на самом деле это просто, ну, типа, контент после того, как у вас закончился Battle Pass. То есть большинство людей уже Battle Pass закрыли, и им хочется немножко контента. То есть в других играх, там типа Fortnite, допустим, раньше пушки просто выходили каждую неделю, и какая-то пушка уходила, так скажем, в запас, а новую добавляли. Добавляли новый контент, где-то там что-то вдруг происходило, иногда менялась карта и так далее. То есть получалось так, что в течение сезона постоянно был контент. В Warzone это называется перезагрузкой, то есть в начале сезона дают Battle Pass, дают новые две пушки, говорят, качайте, пацаны. А можете, кстати, Vanguard купить, чтобы качать эти самые пушки. И, честно говоря, судя по патчу, нас активно к этому не просят, принуждают. Ну, потому что, я так понимаю, ребята, Vanguard-овские пушки вот-вот зайдут в мету настолько плотно, что терпеть будет тяжело. И если раньше они говорили, что это ребаланс, то сейчас видно, что это именно повышение характеристик, целенаправленное повышение характеристик Vanguard-овских пушек, чтобы они были лучше, чем Cold War-овские, например. То есть до этого у нас вышли Cold War-овские пушки, которые были лучше, чем MV-шные. Из MV-шных игралось только MP5 и Коряк, в итоге, как бы, сейчас у нас мета такая, что вот-вот все придет к, соответственно, Vanguard-овским пушкам. Итак, ребят, давайте быстренько пробежимся по патчу. Читать я патч буду, кстати говоря, из группы Taggy, можете на него подписаться. Группа у него достаточно оперативно постит всевозможные новости, поэтому отдельный, так скажем, плюс ему. Итак, ребят, режим добычи Vanguard. Кто не знает, в общем, режим добычи Vanguard, это когда вам не дают использовать, соответственно, новые пушки. Кому это надо, хрен его знает, потому что большинство людей используют Vanguard, не Vanguard, а добычу для того, чтобы прокачивать пушки. И исключение пушек оттуда определенного пула, но это тупо. Дальше, ребята, идем. Исправлено несколько ключевых проблем, приводивших к нестабильной работе игры на консолях. Также исправлена ошибка, приводившая к сбоям и вылетам на PS5. И это круто, потому что, ребята, я напомню, 70% людей, ну, примерно плюс-минус 70% вашего лобби, это консольщики. И эти самые консольщики не могли играть. Именно поэтому вы не могли быстро найти игру в не прайм-тайм время, так скажем. То есть, если вы играете не вечером, так скажем, там с 6 до 11-12 вечера, то найти игру было довольно затруднительно. Вы могли искать игру по 3 минуты, по 4 минуты, вас иногда загружало в неполные лобби. Иногда эти неполные лобби стартовали. И это было, ну, типа супер-супер тупо. На меня нападают коты. Теперь, теперь, так как у людей появилась возможность наконец-то играть, и у них не выкидывает игру. А также у них появилась опять возможность играть в 120 Гц. Это, на самом деле, очень хорошо. Ребята, за эти игры, обязательно напишите в комментариях, можно ли теперь на Xbox играть в 120 Гц, и появилась ли у вас возможность играть без подписки. Потому что с слиянием пришел такой баг, что без подписки играть было невозможно. Вот, пожалуйста, напишите, а то у меня как бы только плойочка, поэтому я не могу вам, так скажем, ответить. Дальше, ребят, исправлена ошибка, из-за которой оружейный перк Акимбо на двухствольном дробевике Vanguard не снижал должным образом урон. И это было заметно, ребята, знаете почему? Потому что, когда они занерфили эти самые Акимбо, люди так и продолжили бегать с этими самыми Акимбо. И это было очень-очень тупо. Потому что и так до этого две недели мы от них страдали. Дальше, ребята, исправлена ошибка, из-за которой короткий стол VDD-189 на M1928 неправильно влиял на локейшн-множитель. Но при этом никто не говорит, что такое локейшн-множитель. Поэтому, ребят, если вы понимаете, о чем это, обязательно напишите в комментариях. Дальше, исправлена ошибка, из-за которой оптический прицел SVT-40-3.6 на бар закрывал экран во время стрельбы. Это баг, из-за которого вы, собственно, не видели то ли рамку, то ли что. Короче говоря, багался этот прицел и стрелять было невозможно. Он что-то мигал, дергался. Ужасно. Я надеюсь, не многие, не только лишь все столкнулись с этим самым багом. Я лично его видел только в нарезках, потому что бар отвратительный. А дальше, ребята, исправлена ошибка, из-за которой игроки, возвращаясь из ГУЛАГа, не с тем оружием. Это хорошо. Ну и исправлены элементы на карте через текстуры, которых можно было подглядывать и стрелять. Дальше все по мелочи. То есть, в основном, это что-то связано с оружейником, что-то связанное с магазинами, с какими-то заполнителями и так далее. Ребаланс оружия, ребята. Самая главная часть этого патча. Только это не ребаланс оружия. Это целенаправленный баф вангуардовских штурмовых винтовок. Потому что вангуардовские штурмовые винтовки сосут Бибу. Так как на дистанцию, на самом деле, они стреляют отвратительно. Урон на дистанцию у них отвратительный. А единственная пушка Брен, которая наваливала просто на дистанцию, оказалась баганной. И к ней мы еще вернемся. Итак, ребята, поехали. СТГ-44. Визуальная отдача уменьшилась. Как будто у нее была отдача. И визуальная в том числе. Ну, без приколов. В СТГ и так не было отдачи. Они целенаправленно бафают пушки. Автоматон. Отдача уменьшилась. Отклонение отдачи уменьшилось. Это ровно то, что они добавили в прошлом патче. То есть, они увеличили отдачу автоматому. И увеличили отклонение отдачи в патчах, когда они занерфили этот автоматон. А теперь это вернули. Зачем? И так сойдет. Итак, АС-44. Начальная отдача уменьшилась. Отклонение отдачи уменьшилось. Пушка, конечно, клевая. И круто, что они ее так бафнули. Но от бедра с перком Кураж она выглядит намного, намного комфортнее. Под какую-нибудь там, не знаю, снайперку. НЗ-41. Отклонение отдачи немного уменьшилось. Увеличение отдачи теперь происходит на одну пулю позже. Опять же, проблема НЗ скорее в ее очень дурацкой отдачи, которая абсолютно рандомна. Дальше, ребята. Дробовики. Эйнхон Эйрн Эйнхорн Револьвинг. Разброс при стрельбе от бедра был увеличен. Это одно из немногих изменений дробовиков. Они пытаются их ослабить. Но, если честно, разброс нужно увеличивать значительно сильнее. Дальше, ребята. Изменения модулей. Патроны. Компрессионные патроны только для карабина Купера. Контроль горизонтальной отдачи уменьшен, соответственно, на немножко. Визуальная отдача была немного уменьшена. Зачем? Неизвестно. Типа, они и так сильные. То есть, этот модуль и так сильный. Ствол VDD для STDG 44. Визуальная отдача уменьшена. Кто не знает, это метовый ствол для сборки на дистанцию. Зачем еще дополнительно уменьшать ствол? Мы уже помним, что у нас уже уменьшена визуальная отдача. Еще с этим стволом уменьшена визуальная отдача. типа что они пытаются сделать лазер ганы я я не знаю дальше нас 22 дюйма купер кастом значение спринта fire были уменьшен с 1 3 до 1 и 2 ну на стоимость уменьшили не на стоимость короче на одну десятую секунды уменьшили спринту fire это хорошо но ствол этот никто не использует потому что он очень сильно режет многие показатели дальше нас queen 705 royal только для брен больше не не удаляет спад урона то есть вот это как раз тот самый баг который был у брена из-за которого так сильно наваливал и если честно если честно с учетом того что прямо сейчас есть подобный же бак на тип 11 меня возникает вопрос почему сразу на тип 11 все это не за нерфить множитель дальности поражения был увеличен контроль горизонтальной отдачи был увеличен зачем хрен его знает брен и так типа стреляет в точку без прикола он и так стреляет в точку вы вообще видели этих консольщиков которые играют с бренном у них вообще прицел не двигается краусник на mp40 точно стрельба от бедра снижена на 6 процентов опять же метовый ствол метовый ствол для сметового ствола так скажет то есть сборка на mp40 она через этот краусник и там стрельба не идет от бедра то есть ну стреляет от бедра совсем чуть-чуть в основном стреляют в прицеле так что это вообще ни на что не влияющий нерв дальше ребята акимба только для двухслойных дробовиков точность льбы уменьшена на 7 на 8 процентов насколько сильно это повлияет неважно потому что на самом деле самое главное было уже выше по патчу и там они уменьшили наконец-то урон этим странным акимба дальше горенко 50 на 50 патронов визуально на даче было уменьшено бесполезно ну это это не тот так скажем модуль который люди используют люди используют модуль на 60 патронов потому что он лучше всего по ттк насколько я помню а дальше карабин купера 45 в магазин 45 патронов магазин скорость перемещения увеличен на 4 процента скорость входа прицел увеличена контроль горизонтальной отдачи уменьшен контроль вертикальной отдачи уменьшен зачем не знаю по моему 45 магазин и так слишком сильно кидает они ему как бы накинули так скажем бафов на скорость но при этом отдачу уменьшили магазин на 40 патронов для брена они немножко его занерфили но при этом выше они его бафнули зачем хрен его знает дальше ребята на дульнике все вот эти они сделаны по следующему принципу они просто увеличили отдачу они увеличили контроль отдачи и визуальную отдачу уменьшили зачем зачем это и так лазер ганы пар и так стреляет в точку автомат он и так стреляет в точку вы же его только что нерфили для того чтобы он не стрелял в точку это очень тупо я не знаю множители разбросов прицеле был уменьшен с 09 до 0 85 опять же но дробовики немножко под нерфили так пистолетные рукояти скорость прицеливания была уменьшена это вот тот самый так скажем нерф пушек по классам для того чтобы вы четче разделяли классы вы четко ощущали человек бегать с ппшкой с аэркой там и так далее и вот она начинается потихонечку на один процент об здесь откусили зато добавили как бы вертикальную отдачу ну добавили контроля 1 контроль раскачки оружие уменьшается на пять процентов зачем это неизвестно для стаби этим более контроль вертикально дачи был увеличен полимер гриб визуальная отдача была немного уменьшена только для автоматона ребят полимер гриб багнутый кто-нибудь скажите им кто-нибудь кто-нибудь ребят напишите напишите мужикам скажите ребят у вас там типа полимер гриб багнутый он дает какие-то нереальные цифры для контроля отдачи а так они еще для автоматона отдельно визуальную отдачу уменьшили на этом на этой самой полимерной рукоятки приклад краусник только для стг визуально дачи было немного уменьшен не они я не знаю я не знаю я это просто какая-то жесть визуальную отдачу меньше визуальную отдачу уменьшили если честно ребят я смотрю на этот патч я смотрю на этот патч и я рад в основном только тому что наконец-то дабл баррел дробовики вакимба они официально мертвы ребят похлопаем по хлопаем этим самым разработчикам которые наконец-то со второго патча смогли это сделать что я могу сказать по игре остров наконец-то стал плюс-минус играбелен они добавили новый пистолет пулемет завтра с ним буду играть на стриме опять же буду играть на острове кому нравится остров ребята обязательно приходите на стрим если честно если честно патч очень очень слабый очень слабый это с учетом того что еще в 18 дней по моему нам до нового сезона и это охренеть как долго потому что последние 20 дней мы и так сидели без контент мы сидели не то что без контента а сидели так скажем зажавшись в угол потому что все кто бегал с дробовиками на сманшоте ли это жестко это жестко не знаю не знаю ребят многие люди говорят о том что warzone как бы умер я в том числе считаю что он явно не в лучшей своей форме но вот эти исправления особенно связаны с консолями они все-таки вернут часть аудитории потому что многие люди им вообще плевать на эти отдачи им им плевать на эти проценты они играют просто потому что им нравится играть warzone они не настолько привередливы как стреймеры они настолько не настолько привередливы как задроты многих проблем они про попросту не видят но патч в целом показывает что ребят мол купите вангвард о купите скоро все пушки будут метовым вангвардовскими поэтому вам стоит побыстрее их прокачать пишите в комментариях ребята подумайте приходить на стримы им спасибо всем пока